Кинокамер Кинокамер В 1927 году я не успел снять «Осеннюю натуру». Как мало я тогда умел, как высоко оценивал свои способности. Красногорск-3 – оригинальная советская разработка. Я не нашел каких-либо иностранных аналогов. Он имел пружинный привод, позволявший протянуть 5 метров кинопленки на полном взводе, что соответствовало 30 секундам экранного времени. Замечательным отличием от Красногорска-1 был объектив Метер-5 с четырехкратным трансфокатором. Оптический видоискатель давал реальное изображение кадра благодаря отраженному от обтюратора свету. Обтюратор – необходимый элемент любой кинокамеры. В данной камере это полированный для зеркального блеска вращающийся металлический диск. В нем вырисован сектор, который позволяет изображению проецироваться на кинопленку только в короткий промежуток времени. Штырьки, называемые грейфером, зацепившись за перфорацию кинопленки, рывком протягивают ее на следующий кадр. С 1971 по 1993 годы было выпущено более 105 тысяч кинокамер «Красногорск-3». Ее можно было купить совершенно свободно, по цене 550 рублей. Это были четыре месячные зарплаты начинающего инженера. До появления видеокамер в формате VHS «Красногорск-3» был главным инструментом кинолюбителей. Я был одним из них и снял такой камерой четыре фильма. Интересно, что до сих пор она пользуется спросом в Соединенных Штатах. Американские кинолюбители переделывают ее в формат Супер-16 и гордятся, что снимают исконное, то есть пленочное кино. Сегодня видео вытеснило кинопленку даже в профессиональном кино. Потому что чувствительность видеосенсоров превзошла чувствительность кинопленки. А простота использования и отсутствие затрат на обработку значительно удешевили кинопроизводство. Некоторые говорят, видео лишает кино эффекта мерцания. Дело в том, что на кинопленке фотомульсия состоит из миллионов хаотично расположенных зернышек. При кинопроекции они сверкают на экране игрой мирят частиц. В современных любительских видеокамерах даже есть режим, когда электронным образом имитируется эта зернистая мерцательность. Я согласен, кинопленка обладает некой магией. Ее можно пощупать, рассматривать на просвет и убедиться, что фильм состоит из отдельных кадров. В видео ничего этого увидеть нельзя. Изображение записывается на крошечную меморикарту, непрозрачный кусочек пластика. Безусловно, современное видео предоставляет практически каждому любителю неограниченные возможности. Но так хочется вернуться в свою молодость, когда я резал и клеил кинопленку собственными руками, заправлял ее в кинопроектор, слышал его стрекотание, и луч света мерцал в темноте, словно кистью художника выписывая на экране волшебное изображение. Субтитры создавал DimaTorzok